Был обычный день, Барута играл с Химовари в прятки, дома никого, кроме них, не было. Когда Химовари искала Барута, она спряталась в кабинете отца и когда она закричала, что нашла, то Барута толкнул книжный шкаф и ему на голову упал свиток. Барута закричал «Ай, что это за хрень?» «Братик, всё хорошо», — Барута посмотрел на сестру, которая чувствовала вину и сказал «Химовари, всё хорошо, это просто свиток», — сказал блондин. «Свиток чего?» — спросила Синеволосая. Барута открыл свиток, просмотрев него сказал «Это свиток печатей, которых я не видел». Барута вспомнил, что у него тренировка с друзьями и закричал «Я опаздываю». «Куда, братик?» «На тренировку, Химовари, одевайся». Барута взял тот свиток, чтобы научиться новым печатям использовать их. Когда они прибежали на полигон, то все уже были там, и Наджин рисовал, чо-чоу ела. Шикодай смотрел на облака, Сарада и Мицуки болтали, Металли тренировался, Сарада его заметила и сказала «Барута, ты на время смотрел?» «Да, просто мне мама поручила присматривать за Химовари». И тут из-за спины вышла Химовари и сказала «Сестрёнка Сарада». «Химовари, приветики». Сказала Сарада, она знала Химоврия с детства и вот почему она считала её своей сестрёнкой. Просто у неё не было ни брата, ни сёстры, даже клана не было. Вот из-за этого она завидовала Барута. Но её размышления перебил Шикодай и сказал «Раз все в сборе, начнём». Шикодай достал коробку и достал два имени, Барута и Сарада. «Начнём», сказала Сарада и пробудила Шаринган. Они дрались почти полчаса и Барута решил заканчивать, достал светок и сложил печати. Яркий свет и Барута и Сарада падают на землю. И когда Сарада сообразила, что произошло, то закричала «Барута, ты идиот, что ты сделал?» Но они уже были близко к земле и тут они оба упали на каких-то парней. Слышно было на заднем плане «Саски-кон, ты в порядке?» Тут Сарада приподнялась и увидела брюнета с ониксовыми глазами, так внешности похожи на её отца, но тут её перебили. Барута закричал Сарада, «Ты в порядке?» Вставая из какого-то блондина похожего на него, но тут его перебил брюнет, сказав «Может, встанешь с меня?» «Да, прости», сказала она, но потом повернулась к розоволосой, которая смотрела на неё, так, что хотела убить. Но тут Сарада нагло перевела взгляд на Барута и закричала «Барута, я тебя сейчас убью, что ты сделал?» «Мы где вообще, где ребята?» «А я откуда знаю?» «Ну, не я использовала какую-то технику, но тут его перебил брюнет, на которого свалилась Сарада». Он сказал «Вы кто?» «Ну, во-первых, надо представиться, вам вы же спросили», сказала брюнетка. Саски от такого поворота удивился, он этого не показал, но сказал «Меня зовут Саски-очиха. Меня Сакура Харуна». Присоединилась к брюнету розоволосая. «А я Наруто Удзумуки», — произнёс блондин. Но тот он увидел, как смеётся Барута и спросил «Ты чего смеёшься?» «Если вы те, кем вы назвались, то я идиот», — сказал блондин. «Ты идиот», — они не врут, сказала брюнетка. Барута перестал смеяться, посмотрев на свою подругу, сказал «Подожди, ты клонишь, что мы попали в прошлое?» И тут Сарада кивнула. «О чём вы там шепчетесь?» Спросил брюнет, но его проигнорировали, Барута разговаривала с Сарадой. «Ты уверена, что мы в прошлом?» «Пока нет, но можно узнать», — сказала младшая очиха. «Как?» — удивлённо спросил блондин. «Лица Хакаги», — сказала брюнетка. «Точно, стоп, где Химовре?» — спросил голубоглазый. «Ну, вообще-то, я хочу узнать от тебя, где она, ты же сложил печати», — сказала Сарада. «Я не знаю, где она, надо искать, от меня родители накажут», — сказал блондин. «Побежали на лица Хакаги, там узнаём, где мы и там хороший вид». Сказать-то ради не дали, на них с Барута кричала розоволосая, которая пыталась узнать их имена, Сарада начала говорить, «Меня зовут Сарада Ахичу, а моего друга Туропа Камузди, а сейчас, извините, нам следует уйти». Сарада уже начала разворачиваться к ним спиной, как на неё упала кофта Барута. «Что ты?» — Сарада вспомнила про герб клана и быстро надев кофту сказала «Спасибо, а теперь за мной». И прыгнула на дерево, Барута за ней, а команда номер семь стояла в недоумении, но тут Саски заговорил, «Вы не подумали, что это вражеские шпионы пришли разнюхивать в Канаху?» «Да, это точно, ещё и имена странные», — сказала розоволосая. «Нормальные имена. Особенно Сарада», — сказал блондин. «Нет, это ненормально, что будем делать, Саски-кон?» — спросила Сакура. «Поймаем и отведём к Хакаге», — сказал Брюнет. Тем временем, Сарада и Барута бежали к лицам Хакаги, но тут она почувствовала, что в Барута летит куна и толкнув упала на него, тут Барута заорал «Ты что делаешь?» но посмотрел в глаза подруги, на которых был Шаринган и сказал «Сарада, нас атакуют!» Кивнув, черноволосая встала с Барута и встала в боевую позицию, Барута повторил за ней, активировав свой глаз и сказал «Выходите, мы вас видим». Легендарная команда номер семь вышла из-за деревьев и Саски начал говорить «Сдавайтесь, мы должны отвезти вас к Хакаге!» «А если мы не хотим?» — спросила Брюнетка. «Тогда пойдёте силой!» — сказал Саски и пробудив Шаринган применил технику огненного шара, но Сарада и Барута успели увернуться, и Сарада начала кидать куны в Саски, но тут она заметила, как Наруто применяет технику теневого клонирования и тут Сарада закричала «Барута, давай!» И Блондин сделал теневых клонов, всех это потрясло, но Наруто больше, ведь он единственный знал эту технику, но спрашивать не стал, что подумают его напарники, когда он в середине боя спросит, «Прости, а откуда ты знаешь эту технику?» Единственное, что он произнёс, было в атаку. И около сотни клонов побежали на Барута, но тот применил свой исчезающий розенган, Сарада тоже не отставала, применяла техники, «Прошел час, наши герои вымотались и тут Сарада ударила кулаком по земле, та развалилась и пока те отпрыгивали дальше, Сарада схватила Барута и они побежали на лица Хакаги, когда они прибежали, Сарада упала, у неё почти закончилась чакра, а Барута глазами искал Химоваря, но увидев в каком состоянии его подруга, то ужаснулся, она лежала не двигаясь, Барута немедля взял её на руки и пошёл искать отель, когда он его нашёл, то достал деньги и снял номер, там была только одна кровать и уложив её сказал, что пойдёт в магазин, ведь еда её сейчас очень нужна и ушёл. Ходя по конохе он нашёл магазин, там не было всего, что он любит, но еду всё равно купил, им с Сарадой надо пополнить запас чакры, когда он возвращался, то заметил, что там был отец со своей командой, он понимал, что они ищут их с Сарадой и поэтому очень быстро убежал отель, там уже стояла Сарада, Барута достал всё из пакета, но Сарада у него спросила, «Ты любишь Бента?» Он кивнул, а Сарада пошла готовить. Когда еда была готова, они поели, а уже после, Барута рассказал о том, что их ищет команда номер семь, но потом сказал, «Сарада, нам надо найти мою сестру и друзей», сказал блондин. «Да, и пора начинать поиски, пошли». Они обошли пол деревни и уже не надеясь найти своих друзей, но Сарада услышала голос Чаучио и побежала на него, это был ресторан, и чиры-курамён. Сарада, не сдерживаясь, побежала и обняла подругу. «О, Сарада!» Но тут заговорил сидящий рядом Шакадой, «Сарада, Барута!» «Вы тоже тут?» Да сказали они хором. «Из-за кого мы сюда попали?» «Хотя, я знаю из-за кого!» Сказал Шакадай. «Шакадай, перестань, может, они голодные, я тоже не могу думать на голодный желудок!» Сказала Чаучио. «Мы не голодны!» Сказала Сарада, но Барута её перебил, спрашивая, «Шакадай, Инаджин, Чаучио, вы не видели мою сестру?» «Нет, а что?» Сказали хором. «Мы разделились и теперь я не могу её найти!» Сказал блондин. «Можем поискать в Канохе, она же сейчас маленькая!» Предложил Шакадай. «Да, хорошая идея!» Сказал блондин. «Но если их отбросило не в деревню, а куда-то дальше, чем Каноха?» Спросила брюнетка. «Давайте, вы вспомните, как вы сюда попали, может, это даст нам какую-то зацепку!» Сказал Шакадай. «Ну, мы с Барута дрались, потом яркий свет, и вот мы с ним падаем, упали мы на наших родителей, в этом времени!» Сказала брюнетка. «А вы как?» «Когда засветил яркий свет, то я зажмурилась, но когда я открыла глаза, то я уже свалилась на человека, а рядом были и Наджин и Шакадай, но они лежали на каких-то подростках!» Чачо не дали договорить, её перебил Шакадай, сказав, «Мы свалились на своих родителей, как и вы!» «Подождите, вы тоже?» Спросила Сарада. «Сарада, ты что, они же сказали, что упали на родителей, как и мы, ещё говоришь, что я не слушаю!» Сказал блондин. «Нет, Барута, ты не понял, если они тоже свалились на родителей, значит, все остальные тоже!» Сказала брюнетка. «Значит, мы пойдём к родителям!» Шакадаю договорить не дали, Чачо закричала Сарада, сзади! Сарада обернулась и увидела своего отца, которому всего сейчас 12 лет, он был один, и он заговорил, «Попались!» «Вам видно не хватило в прошлый раз, хотите ещё?» Гордым спросил голосом Барута. «Ну вот сейчас и проверим!» Саски сложил печать и на Чадаре направился к Барута. Сарада стояла в сторонке и вспоминала первую встречу с отцом, когда он её чуть не убил, слёзы покатились по её щекам, сейчас, в это время, её отец пытался убить её друга, она не выдержала и сложила печать и на Чадаре. Саски услышал это и обернулся, какого было его удивления, когда у Сарада в глазах он увидел Шаринган. «Сарада! Стой! Вспомни что-нибудь хорошее!» кричал Барута, он не в первый раз видел Лучиху, в таком состоянии, когда она злилась, посмотрев на друзей, Шаринган убрался, Чадаре было отменено и у её закружилась голова от недостатка чакры, так как она была нечистокровной Учхой, у её не было столько чакры, как у чистокровной, но всё равно она была сильной, Саски тоже отменил Чадаре, но пошёл мучить Сараду расспросами, откуда у её Шаринган, он к ней подошёл и спросил, «Откуда у тебя Шаринган?» Но Сарада лежала не двигаясь, тогда он переспросил, «Откуда у тебя Шаринган?» Но к Сараде подбежал Барута и Чо-Чо, блондин сказал, «Отвори от её!» «Барута, ей надо поесть, Шикодай, Инаджин, помогите!» Сказала Чо-Чо, к ней подошёл Шикодай, а Инаджин встал рядом с Барутой и не дал Саски пройти, Шикодай поднял Сараду и понёс в Ичирыку рамен, а Чо-Чо заказывала рамен, но Саски отступать не хотел и решил спросить у них, «Откуда у её Шаринган?» «Откуда у её Шаринган?» Саски показал пальцем на Сараду. «Ты что тупой, даже я знаю, что по клану Учиха передаётся Шаринган!» Сказал Утзумуки. «Это вы тупые, я не знаю, откуда у неё Шаринган, все Учихи, кроме меня, были перерезаны», сказал Брюнет. Сарада подавилась, ей всегда рассказывали, что весь клан Учихи погиб на войне, она прекратила есть и подошла к своему отцу и спросила, «Как был перерезан?» «Кем?» Саски с удивлением посмотрел на Сараду и сказал, «Ты не в курсе, что он был убит давно?» «Нет». Сараде не дали договорить, и Наджин сказал, «Смотрите туда, там Химовари». Все посмотрели, там шла Химовари с командой номер восемь, но тут Химовари заметила своего брата и в криках побежала к нему. «Братик!» Голубоглазая подбежала и обняла Барута, он спросил, «Где ты пропадала?» «Я так переживал». Химовари перестала обнимать брата и начала говорить, когда засветил яркий свет, я испугалась, а потом я упала на нее. Химовари ткнула на Химоту. Она стояла рядом с Кибой, а Камарышина, они предложили помощь, и вот я нашла тебя. «Кстати, эту девочку зовут так же, как нашу маму. Ты еще что-нибудь говорила?» спросила Сарада, но тут прибежали Наруто и Сакура. «Нет, не говори». Химовари не дали закончить, Наруто начал говорить с Саски. «Почему ты их нашел и не позвал?» «Наруто, есть вопросы поважнее, ты узнал, кто они?» спросила Сакура. «Нет, но сейчас спрошу. Вы кто такие, почему так похожи на нас?» возмущенно спросил Брюнет. «Ничего мы не похожи». Решил разрядить обстановку Баруто. «Да ладно, ты сам похож на Наруто, а твоя сестра на Химоту и Наруто, он, Саски ткнул на Инаджина. На Инаджина, а она, он указал на Сараду. На меня, а она, он указал на Чачо. Похоже на Чаджи, а этого, когда еще пришел, перепутал с Шикомару. «Почему? Если мы вам скажем, кто мы, то вы не поверите», сказала Сарада, но тут ее перебил Шикодай. «Мы вам всем скажем, кто мы». «Шикодай, не вздумай», сказали все. «Я не закончил с одним условием». «С каким?» спросил старший Чаха. «Наш другу Аручимару, поможете нам его спасти и мы скажем, кто мы». С усмешкой сказал Шикодай. «Хорошо», сказала команда номер семь и восемь, но тут начало говорить Сарада, «Если вы забыли, то тут еще Металли». «Да», точно сказал Шикодай. «А кто за ним пойдет?» «Нет, он не пойдет, мы его найдем, он будет следить за Химовари», сказал Баруто. «Нет, Химовари нам нужна», сказал Шикодай. «Зачем?» «Она маленькая, она не сможет драться», сказал Блондин. «Она нам не для драки нужна», сказал Нара. «А для чего?» спросил Голубоглазый. «Баруто, помнишь, ты говорил, что у Химовари есть Бьякуган, ты рассказывал, что она тебе им отрубила Шикодай, это сказал, и все засмеялись, даже Саски, который стоял с каменным лицом, не мог сдержать смеха, ведь такая маленькая девочка отрубила его. «Шикодай, я ведь просил никому не говорить», говорил Блондин. «У этой девочки есть Бьякуган, у нее глаза голубые, они серые, как у Химоты», сказал Наруто. «Химота, которая стояла сзади него, покраснела и подумала, «Нару так он знает, какие у меня глаза». И упала в обморок, все посмотрели на нее, Баруто подошел и подняв ее подумал, если Шикодай скажет, за кого она вышла замуж, она что впадет в кому?» Положив на лавку спросил, «Какой план?» «Значит так, и Наджин рисует птиц для перелета, команда номер восемь остается схинутой, Баруто и Сарада ищите металл Ли, чё-чё, ты следишь за Химоваре, а я иду за припасами, команда номер семь мне поможет». Все кивнули, когда Баруто и Сарада бежали по деревне, они искали Рок и Ли, потому что знали, что там и металл Ли, когда они пробегали возле поля, то услышали, «Давай-давай», и решили проверить, вдруг они увидели, что металл Ли, его отец и учитель и его отца бегают на руках. Они подошли ближе, и Баруто начал говорить, «Металл Ли, иди сюда, нам надо искать Митсуки». «Баруто, Сарада, я думал, что вы меня бросили», сказал Ли. «Нет, Ли, мы тебя не бросали, мы по дороге всё объясним», сказала брюнетка. «А куда мы идём?» спросил Ли. «Мы уже сказали, что объясним по дороге», сказала Сарада. «Нет, вы его не заберёте, мы ещё не все упражнения сделали. Простите, но я должен пойти с ними», сказал Ли. «Но мы больше не найдём такого, как ты», сказал Рок Ли. «Я тоже таких не найду, классных людей, но мне надо идти», сказал Ли. «Хорош болтать, нас все ждут», сказал Баруто, и металл Ли, прыгнув на дерево, побежал вместе с ними. Он спросил, «Мы куда бежим?» «Хочешь верь, хочешь не верь, но мы в прошлом бежим спасать Мицуки от Арчема Русаради и не дал закончить Ли. Арчем Руни отец Мицуки. Если ты забыл, то он сейчас отступник», сказала брюнетка. «Понятно», сказал Ли. «Я не закончила, мы летим его спасать или ты хочешь остаться?» спросила брюнетка. «Нет, я не хочу остаться, я лечу с вами», сказал Ли. «Они уже прибежали», и она сказала, «Инаджин, ты просто потрясающе рисуешь». «Да, Сарада права, это красиво». Поддержал блондин, но тут пришел Шокодай с командой номер 7 и Шокодай начал говорить, кто как сядет. «Значит так, Инаджин и Химовари летят первые, Инаджин создал этих птиц, а у Химовари Бьякуган, Сарада и Баруто, Саски и Сакура летят по бокам и прикрывают их, а я и Чучо, Наруто и Металли летим за ними, все-все запомнили. Все хором крикнули. «Да». «Стой, а почему ты главный?» спросил Наруто. «Наруто, ну придумай ты план», сказала Рузоволосая. Наруто начал бурчать, все расселись и ждали только его, и тут Сакура сказала, «Наруто, если ты сейчас не сядешь, то мы улетим без тебя». Наруто сел на птицу, вдруг все поднялись и полетели, почти полдня Бьякуган Шаринган ничего не заметил, но потом все начали засыпать, тогда они решили приземлиться и разбить лагерь, когда все уснули, Сарада не спала, она встала и ушла в лес, но она ни одна не спала, Баруто пошел за ней, она селая, подойдя к ней, Баруто спросил, «Чего не спишь?» «Не спится». «А ты почему?» «Тоже». «Баруто, что?» «А если мы не выберемся?» «Мы выберемся, мы дети самых сильных Шиноби». «Верно». Пятиминутное молчание Сарада сказала, «Баруто, ты можешь меня обнять?» От таких слов у блондина глаза на лоб полезли. Но Баруто обнялся Раду и сказал, «Ты из-за когото нервничаешь?» «Да, из-за отца». «Саски Сенсия, почему?» «Я говорю не про будущего, а про который сейчас или в прошлом, я запуталась». Учиха запуталась, наверное, что-то вправду произошло. Вообще-то, я не чистокровная Учиха, так что мне можно. «Хорошо, хорошо, из-за чего ты излишься на этого Саски?» «Ну, он какой-то злой, в отличие от моего отца. Я знаю, что мой отец не такой добрый, но не настолько, чтобы хотеть убить Кагото из деревни. Но не знаю, у него всегда такой взгляд, а на тренировках такое чувство, что он со своей тактикой скоро меня погубит. «Ты хоть раз видела, как тренирует твой отец?» «Нет, меня тренирует шестой самая мама. Я не видела, как тренирует мой отец. Но ты с ним живешь?» сказал блондин. «Мне отец внимания не уделяет. Точка сказала Сарада. «Мой тоже, значит, у нас похожая проблема», сказал голубоглазый. «Нет, Барута, наши проблемы не похожи. Твой отец хотя бы в 12 лет знал твое лицо». «Как не знал?» сказал Барута. «Барута, давай закроем тему. Сказал очиха. «Ладно, и пора спать». Сказал блондин, но увидев девушку покраснел. «Нет, Барута, давай посмотрим на звезды». Сказала брюнетка и они легли на землю, но только они легли и морфиокутал их с ног до головы. Утром Шикодай встал первый и посмотрел на всех, все спали, но он всех пересчитал и закричал. «Просыпайтесь». «Шикодай, что кричишь?» сказала Чо-Чо. «Барута и Сарада, их нет». Крикнул Нара. «Все осмотре». И Инаджин сказал, «Может, они пошли за водой?» «И Инаджин, не смеши, ты слышал, как ходит Барута?» сказал Шикодай. «А как он ходит, я что-то не слышал?» спросил своей улыбкой Инаджин. «Как это можно не услышать? Когда он идет, то даже человек в коме может встать». Сказал Шикодай и все рассмеялись, но потом Шикодай и сказал, «А если серьезно, где они, есть предложение?» «Может, с моим братиком что-то случилось?» сказала Синеволосая. «Химоваря, давай думать о хорошем», сказал Шикодай. «Девчонка права, может, их забрали Акацуки?» сказал Бринет. «Кто такие Акацуки?» спросил Нара. Вся команда номер семь посмотрела с удивлением, но потом Наруто сказал, «Вы что, с Луны свалились?» «Нет», сказали все хором. Акацуки — это бандитская группа, они ходят в плащах черных с красными облаками», сказал Бринет. И тут Чоучио вспомнила фотографию Сарады, ее отца, с его бандой, он был в таком же плаще, она взяла Шикодая под руку и повела подальше, но тут начал говорить, «Чоучо, что ты хочешь?» «Шикодай», они описали плащ отца Сарады. «Он же черный». «Нет, не тот». «На фотографии, когда ему шестнадцать, у отца Сарады такой плащ». «Что?» «Сараде нельзя говорить». «Сарада догадается сама, если ты забыл, то она не глупая». «Да, она не глупая, но лучше скрыть от ее это». «Хорошо, я скрою, но она догадается». «Я знаю, но сейчас лучше пойти обратно». Сказав это, Шикодай ушел, а Чоучо задумалась, где сейчас ее подруга. Сарада спала сладким и чутким сном, но потом услышала шорох, она открыла глаза и разбудила Барута, но тот сказал, «Сарада, что такое, давай поспим еще». «Барута, вставай, тут кто-то есть». Барута вскочил, его глаз активировался, и блондин сказал, «они на деревьях». Сарада поднялась и закричала, «Кто там? Выходите». И тут в них полетел кунный с печатью, но у Сарады рефлекс, она его отразила своим кунам и дерево, в которое попали, взорвалась, но она заметила, как из другого прыгают на землю двое мужчин, одного Сарада не знала, но второй ей как-то напоминал, она задумалась и сказала про себя, «Это что мой дядя? Это мой дядя? Какой классный, но почему он нос атакует?» раздумывала Сарада, но мысль перебил напарник ее дяди. «Итачи, как насчет того, чтобы их продать Арчемару? Хисама, не надо, Арчемару их на рынке заберут». С улыбкой сказал Итачи, у Сарады дар речи пропал, почему ее дядя сейчас бандит. Ей папа рассказывал, что он был героем, погиб на войне, и она поняла, что ей лгали, но ее раздумья перебил Барута, «А вы попробуете одолеть?» «Пацан, не нарывайся, мы тебя за секунд пять уложим, да, Итачи?» сказав это, Хисама посмотрел на товарища, который смотрел на Сараду и думал про себя, почему она мне напоминает брата и маму, «Ладно, это покажется странным, если я буду на ее смотреть». Но тут его из раздумий вывел Хисама, который сказал, «Итачи, давай!» «Сарада, давай!» сказал блондин. «Барута!» «Стой!» закричала брюнетка. «Сарада, сейчас не время!» «Барута!» Она подошла к нему и шепнула на ухо. «Барута, это мой дядя!» «Что?» «Ладно, он на мне, на тебе этот с мечом!» «Хорошо!» Сарада не договорила, у ее пробудился Шаренган и она отпрыгнула Хисам и сказал хорошей реакции. Но остолбенел, увидев в глазах у ее Шаренган и посмотрел на Итачи, который смотрел на Шаренган, но потом Итачи спросил, «Откуда у тебя Шаренган?» «Я скажу, если вы прекратите нас атаковать, если только с вами отойду!» Сказала брюнетка. «Сарада, они тебя припишут к психическим больным, если ты скажешь!» Сказал блондин. «Барута, успокойся, я смогу доказать!» «Пошли!» Сказал брюнетка. «Они пошли далеко» и скрывшись за деревьями Итачи спросил, «Ну и откуда у тебя Шаренган?» «Я скажу, но вы можете мне не поверить!» «Я постараюсь!» «Ну, вы мой дядя!» Итачи посмотрел на Сараду, как на психа. «Бред, моему брату, столько, сколько тебе!» «Я знаю, но я из будущего!» «Докажи, что ты не врешь!» Сарада достала кулон с фотографии ее семьи. «Держи!» Она дала ему кулон. «Это мой брат?» «Да, это мой отец, это моя мать!» «Фотография одна, я не верю!» Сказал Итачи и Сарада вспомнила, как делает ее отец и ударила дядю по лбу, у того аж дар речи пропал, но через минуту он вернулся, и он сказал, «Откуда ты это знаешь?» «Мне отец так делал!» «Он меня простил!» «За что?» «Ты что не знаешь?» «О чем?» «Как был убит Каланучиха?» «Нет, мне мама сказала, что они погибли на войне, как и вы!» «А отец?» спросил Итачи, но понял, что этого спрашивать не надо было. А с отцом я общаюсь нечасто. Понятно. «Так, вы мне не сказали, как погиб весь Каланучиха?» «Я скажу, если вы слушаете меня до конца!» «Да, вы же мой дядя!» «Это я убил весь Каланучиха!» У Сарада в глазах появился страх. Я думала, как мой дядя мог убить весь свой клан, но он сказал, «Да, слушайте я, да, слушаю!» «Но вначале спрошу, почему вы это сделали?» «Я был гением Каланучиха, обладал всеми техниками и поэтому стал Анбу. Мой отец сказал, что я должен слушать Хакаги, когда мне было 13, я уже был предводителем Анбу. Мне дали приказ убить весь Каланучиха. Я попросил, чтобы оставить моего брата. Они одобрили, но сказали, я должен убить всех остальных, и чтобы оставить брата, я отдал согласие. Я, но Каланучиха знали, что их убьют, и я выбрал день, и убил их, и вступил в Акацуки. Не верю, мне уже не хочется быть Хакаги. Стоп, а кто такие Акацуки? Ты не знаешь? Нет. Это бандиты, которые ходят в таких плащах. Он показался ради свой плащ. Подождите, где-то я видела этот плащ. Ну, значит, ты видела одного из Акацук? Да, у моего отца был такой плащ. Сказала Брюнетка, я задумалась, мой отец был отступником, и мне ворола мама, всю моя жизнь, он был героем, Сарада не выдержала, слезы покатились с глаз от меня, много чего скрыли, но тут к ней подошел Тачи и спросил, ты чего плачешь? Мне ворола мама всю жизнь, как мой отец мог стать бандитом? Как? А отец не рассказывал? Мой отец, я с ним до 12 лет не была знакома, он же твой отец. Да, тоже мне отец Баруто жалуется на своего, что он не уделяет ему внимания, мой даже не знал моего лица. Успокойся. Нет, не успокоюсь, я вернусь в будущее и спрошу все у мамы, но сейчас нам надо найти Мицуки и вернуться обратно. Хорош, я тебе помогу. Да, но есть одна проблема. Какая? С нами Саски, с этого времени мы просто с Баруто ушли, нам не спалось. Да мы видели, как вам не спалось. Улыбнулся и сказал Брюннет. Я буду держаться от тебя, но за тобой следить, но ты должна сказать, куда вы направляетесь. Мы летим к Арчемору. Ты не летишь. Почему? Арчемору очень привлекают тело учихи. В каком смысле? Он любил проводить над ними опыт, и ты что не знала? Нет, в моем времени нет войн, преступников и всяких таких злых, мой отец и седьмой лорд защищают всех. Хочу я посмотреть на такой мир. Ну вы. Сараде не дали закончить. Она за деревьями услышала борьбу и побежала, когда она выбежала там, где должен был тихонько сидеть Баруто и Хисома. Она заметила всех друзей, дерущихся с Хисомой, но тут появился ее дядя и Саски побежал на него. Они начали драться, но Сарада не выдержала, а когда она не выдерживает, она, как и ее мама, рушит все вокруг, и она закричала все, успокоились и ударила кулаком по земле, земля развалилась в радиусе 10 километров. Не указывай мне, вы свалились ниоткуда, попросили нас помощь. Да кто вы такие? Спросил Саски. Если мы скажем, то вы запишите нас в психически больных. Сказала Сарада. Но мы попытаемся поверить. Сказала Розоволосая. Тем временем в Канахе родители ищут своих детей и не подозревают, что их дети в прошлом. «Наруто, куда ты отправил наших детей?» Спрашивая кричала Розоволосая лет под 30. «Да где они?» Ее поддержали еще пять женщин, включая его жену. «Я их отправил на задание, оно несложное, но они, наверное, только добрались». Сказал Седьмой. «Да, а зачем ты отправил туда Химавре?» Сказала бывшая принцесса клана Хьюга. «Им нужен был Бьякуган и только, потому что у нее Бьякуган, я отправил ее туда». Сказал Блондин, а потом добавил, «Выйдите, они через пару дней вернутся, когда будете выходить, то позовите ко мне Шикомару». Они ушли и Наруто думал, где все дети легендарных Шиноби, но раздумья перебил заходивший в кабинет Шикомару и сказал, «Наруто, чего звал?» «Шикомару, я не знаю, где дети. Как ты же говорил, что они на задание? Нет, я их не отправлял и не пропало, я им не сказал, потому что не хочу, чтобы они переживали». Сказал Блондин. Глазами Девятихвостого искал их чакру. Спросил Нара. Пытался, нечего, ни одного ребенка. Тогда не знаю. Я знаю, возвращаем Саски. Сказал Голубоглазый, а если он не придет? Сказал Шикомару. Придет, одна из пропавших его дочь. Сказал Блондин. Сарада тоже пропала? Да, все дети известных Шиноби. Может их украли, чтобы схватить масок и Наха останется без защиты? Нет, все Шиноби остаются в Канохе, только я и Саски ищем. Хорошо, я ему напишу. Шикомару вышел, через час в кабинет, через окно прыгнул Саски и спросил, где Сарада? Я не знаю, но я знаю, где их видели последний раз. Где? На полигоне. Пошли туда. Сказал Учхо. Подожди. Наруто сложил печати и появился теневой клон, и он сел на место Хакаги. Пошли. Сказал Блондин, и они с Саски выпрыгнули в окно. Через пять минут они были на полигоне, но все было сожжено, и тут у Наруто сказал, я знаю, кто это сделал, скорее сказать, никто, а что? Что? Это свиток, в Канохе два таких, один у меня дома, один в кабинете. Они взяли их дома. Сказал Учхо. Значит, в кабинете. Он не успел договорить, Саски развернулся и пошел в кабинет, но Наруто сказал, Саски, сты, отправим теневого клона в кабинет. Через десять минут он принес им свиток, они сложили печати и яркий свет их ослепил, в прошлом у детей. Но мы попытаемся поверить, сказала Розоволосая. Но тут появился дым и все увидели, как будто, он сказал, вас, Учхо, зовет Арчимару. Все хотели применить техники, но дым их усыпил. Через пару часов проснулась Сарада, осмотревшись. Она увидела Саски и начала его будить. После того, как он встал, он спросил, мы где? Я не знаю. Где все? Не знаю, сказала Учхо. Первая встала Химоварь и начала всех будить, когда все встали, Чучу спросила, где Сарада и Брюнет. Все только кивнули, что не знают, где они? Спросил Барута. Это как будто значит, что они у Арчимару. Сказал Итачи. Почему он тебя не похитил, ты ведь Учхо? Спросил Сакура. Я единственный, кто легко может выбраться из его логова. Сказал Брюнет. Надо спасать Саски. Говорила Розоволосая. Она права, Арчимару любит проводить опыты над Учхами. Сказал носитель Шарингана. Бедный Саски. Сказала Зеленоглазка. Бедный Саски, там Сарада. Кричал Барута. Да мы знакомы с вами всего день. Сказал Нарута. Да мы знакомы с вами. Не успел закончить Барута, как на деревьях послышались шорохи. Все в боевой круг. Сказал Нара и добавил. Химовари, проверь, кто это? Химовари активировала Бьякуга, посмотрела кругом, потом сосредоточилась и улыбнувшись сказала, я узнаю эту чакру где угодно. Химовари кто это? Спросил Барута. Химовари вышла из круга и сказала, папочка. У всех глаза на лоб полезли, и Барута сказал, Химовари наш отец. Договорить ему не удалось, рядом с Химовари. С дерева прыгнули два мужчины в плащах и капюшонах, один из них обнял Химовари, потом поднялся и снял капюшон. У команды старый номер 7, рты с землей познакомились, и мелкий Нарута сдержаться не мог, завопил и подбежал к старшему, и начал задавать вопросы без остановки. Я стану Хакаги. Я женюсь на Сакуре. Я буду сильным. Я стану сильнее Саски. Старший Нарута стоял в недоумении, но потом сказал, вырастешь и узнаешь. Где Сарада? Сказал рядом стоящий Брюнит, но потом посмотрел на Итачи, подошел к нему и обняв сказав, я не сказал тебе раньше. Спасибо за жизнь. У Наруты с Сакурой глаза на лоб вылезли, и Сакура спросила, вы точно старший мы? Да, мы сюда попали из будущего и да, Барута, ты наказан. Сказал седьмой. За что? За свиток, верни его. Сказал седьмой. Где моя дочь? Грозно спрашивал Саски. А Новорочимару? Сказал Итачи. Как она там очутилась? Спросил Брюнит. Ее похитители, и это не все, он и тебя похитил. Сказал Итачи. Нарута, последи за детьми, я пошел за Сарадой. Сказал Саски. Нет, я иду с тобой, а то твоя жена меня убьет, если я отпущу тебя одного. Сказал седьмой. Пап, мы летим с тобой. Сказал Барута. Нет, Арачимару очень сильный. Сказал блондин. Пап, я с тобой уже дрался, пожалуйста. Да, седьмой, пожалуйста. Подключился Нара. Ладно, хорошо. Сказал седьмой, и все закричали. Ура! Саски, как будем передвигаться? Спросил Наруто. Не знаю. Ответил Брюнит. Мы знаем Итачи. Сказала Чо-Чо. Как? Спросил седьмой, и Наруто начал рисовать птиц, и Наруто сказал, весь в отца. Спасибо. Сказал Итачи, и Сев на птиц полетели. В пещере у Арачимару, эй, кто-нибудь откройте. Кричала Сарада. Тебе это не поможет. Говорил, рядом сидящий Саски. Я хоть что-то делаю. Перекрестив руки на груди, сказала Брюнетка. Нам никто не поможет. Сказал Брюнет. Почему? В недоумении спросила Сарада. Потому что Арачимару очень сильный, и пара двенадцатилетних детишек нам не поможет. Кричал на Сараду Саски, потом он отвернулся, потому что Сарада напоминала ему маму на земле, и он заметил кулон в виде герба у Чихи, подняв его сказал, «Это чье?». Сарада посмотрела на кулон и крикнула, «Отдай, это мое». Но Саски был бы не Саски, если не захотел знать, почему эта девочка носит его гербы, тем более, напоминает ему маму. Он открыл кулон и окоченел. Там была фотография трех людей, первый это мужчина, Брюнет, который был без руки, стал очень близко к разволосой женщине, и руки родителей лежали на плечах девочки, которая была счастлива. Это была Сарада, единственное, что вымолвил Саски, это было это что? Спросил с большими глазами Брюнет. «Это фотография моей семьи», сказала спокойным голосом Сарада. «Я понял, твоя мать это Сакура и Растучха, то отец я?» спросил Саски. «Да, Саски и Сакура Учихи, мои родители», сказала Брюнетка. «Какой-то бред», сказал со спокойным лицом Брюнет. «Это не бред, это и правда, мои родители», сказала Сарада. «Мне и Сакуре своего 12 лет». Убеждал ее в своей правоте Брюнет. «Я знаю, звучит странно, но Барута каким-то странным свитком переместил нас сюда», сказала Сарада. «Барута сын Нарута». спросил удивленный Саски. «Да», сказала Сарада. «Понятно, даже в будущем мою семью будет терроризировать Удзумуки». С усмешкой сказал Брюнет, они оба улыбнулись, но улыбаться им было недолго, в темницу вошел как будто и сказал, «О, вы уже проснулись». «В это время в полете, Саски, нам еще долго лететь», спросил Нарута. «Нет, где-то полчаса», сказал Брюнет. «Понятно», ответил Блондин. «Сказки Кун». Позвала темноволосого Сакура. «Что? А на ком ты женился?» спросил Розоволосая. «На матери Сарады», ответил Брюнет. «Саски, она имела в виду имя той женщины», сказал Седьмой. «Ты же Нарута, не сказал, на ком женился я не буду», сказал хладнокровно Брюнет. «Саски, я знаю, что ты обеспокоен насчет Сарады, но постарайся успокоиться», ответил Блондин. «Нет, Нарута, ты не знаешь, твои дети тут, в безопасности, а мой ребенок находится у Арчимару, самого опасного злодея, сейчас», кричал Брюнет. «Саски, успокойся», сказал рядом сидящий Итачи, но его перебила Химовари. «Пап, мы сейчас за Сарадой и Митсуки, а потом к маме». «Да, Химовари, мы сразу поедем домой», сказал Седьмой. «Ура, я так соскучилась по маме». «Пап, а как ты нас нашел?» спросил Блондин. «Я пришел на полигон, а он был сожжен, и только один свиток делает это», сказал Седьмой и добавил. «Ты и твой друзей будут убирать и садить на полигоне деревья, вы же их сожгли». «Это несправедливо», сказал Барута, но его перебил Саски, сказав, «Нарута, готовься». «Саски, ты знаешь, всегда готов», сказал Седьмой. «Нарута, какой план?» спросил Саски. «Ну, во-первых, мы оставляем детей с твоим братом подальше от убежища Рачимару и сами достанем оттуда всех», сказал задумавшись Блондин. «Я не согласен», сказал летящий на птице Барута. «Барута, тебя никто не спрашивал», сказал грубо Седьмой. «Папа, это я Сараду не защитил, а она мой друг детства», сказал опечаленный Барута. «А, кстати, почему тебе и Сарады не было в лагере?» спросила Наджин. «А, да мы общались». Начал отмазываться Блондин. «Да мы с Хисом и видели, как мы общались или, скорее сказать, спали в обнимку», сказал ухмыляясь Итачи. «Как в обнимку спали?» переходил на крик Саски. «Да просто Сараде было плохо, и я ее пытался успокоить». «Вот и все». Начал оправдываться Удзумаки младший. «Да, и поэтому спал с ней в обнимку». Все еще кричал Саски. «Саски, успокойся, они друзья детства, они в детстве часто лежали на одной кровати», сказал Наруто. «Да, правда, Саски, ты перегибаешь», сказал Итачи, а потом добавил. «Мы приближаемся». «Ладно, давайте, Итачи, ты с детьми снижаешься, мы с Саски летим», сказал Наруто, и все разгруппировались. В логове Рачимару, «Мару, Кабуто, что тебе надо?» спросил Саски. «Мне ничего, а Рачимару вы», сказал с усмешкой Кабуто. «Он нас не получит», сказала Сарада. «Юная леди, тебя никто не спрашивал», сказал Кабуто, а потом добавил. «Точка, вот почему я тебя забрал». «Как ты узнал?» спросила Сарада. «Я наблюдал за вами и заметил твой шаренган». Сказал Кабуто. «Как ты выжила?» добавил он. «Это не ваше дело». Сказала Сарада, как тут Саски кинул в Кабуто кунной, он быстро сориентировался и уклонившись закричал. «Ах вы!» Но его перебила сирена и тут КТО, вбежав, сказал Кабуто, на нас КТО напал. «Что?» «Ладно, некогда разбираться». «Запрях и пошли выпроваживать гостей». Сказав это, он ушел, а этот человек запер, их и пошел следом, но Сарада начала бить дверь, кричать «Я житель Канохи, у меня есть права». «Ты серьезно?» «Они тебя не выпустят, ты что, не знаешь, кто такой Арчимару?» «Он тебя точно не выпустит», сказал с каменным лицом Саски. «Я не знаю, он в мое время добрый был», сказала брюнетка. «Я не могу представить доброго Арчимару, это какой-то бред», сказал брюнет. «А ты представь, кстати, ты с ним будешь общаться», сказала Сарада. «Я?» хотел сказать Саске, но дверь вышибли, в ней появились две фигуры, Сарада, когда их увидела, у нее слезы с глаз покатились, она знала, кто это она знала, что он не любит, когда его обнимают, но она больше не могла, ей так хочется домой, она так устала, она хотела обнять маму, но маму с ними не было, и она не выдержав, закричал «папа». Подбежав, она его обняла, Саске растерялся, но потом он обнял дочь в ответ. «Папа, я соскучилась». «Саске, надо выбираться», сказал блондин. «Большой я, я хотел у тебя спросить», начал говорить младшиучха, но его перебил Арчимару, который вошел в комнату, а с ним и Митсуки. Арчимару начал говорить «Митсуки». Крича Сарада подбежала и обняла Митсуки, потом добавила. «Мы с Баруто так переживали». Тот только умолчал, но потом начал шептать на ухо Сараде, «Сарада, подыграй». Сказал он, дождался, пока его подруга кивнет, оттолкнул ее легонько. «Видите, теперь он на моей стороне, а всего лишь надо было промыть ему мозги», сказал Арчимару. «Митсуки, вспомни, мы твоя команда». «Начало лепетать Сарада». «Митсуки, мы должны тебя вернуть, а твой отец будет волноваться», сказал грозный седьмой. «Митсуки с вами не пойдет, он останется, а вы пойдете, мне на эксперименты», сказал змей. «А ты пойдешь в тюрьму Канохи», сказал Саски. «Ах ты!» сказал Арчимару и превратился в змея, но тут сзади его поразил удар ветром, это был Митсуки. «Ты что делаешь? Они враги!» закричал змей. «Нет, они мои друзья, а ты в будущем поставил на меня защиту от всяких экспериментов, я просто притворялся». С улыбкой сказал Митсуки. «Ты не успел сказать Арчимару, как сзади Ктото разрубил его, это был Саски, потом он начал говорить, «Наруто, бери детей и уходи!» «Я тебя не брошу!» сказал седьмой. «Наруто, уходи!» Я много раздрался с Арчимару, мне не привыкать, отведи их ко всем и жди, если я не вернусь, то тогда можешь идти за мной», сказал Саски. «Наруто, кивнув схватил детей и побежал к выходу, но тут наткнулся на Баруто и начал кричать. «Баруто, что ты тут делаешь?» «Я сказал ждать снаружи, кстати, где Итачи?» «Он думает, что я там», сказал Баруто, но посмотрел на отца и улыбки не увидел, только услышал за мной живо. Сказал седьмой и направился к выходу, они выбрались и направились к Итачи с детьми, они пришли и офигели, все спали, кроме Итачи. Наруто всех поставил и спросил, «Как тебе это удалось?» Но Итачи не успел ответить, на него налетел Саски, от шума все проснулись и Сакура закричала, Саски-кун. «О, Сарада!» Она это сказала и подошла к Сараде и начала спрашивать, «Сарада, можешь сказать, за кого вышел твой отец?» «За мою маму», сказала брюнетка. «А имя?» «А имя вам знать не обязательно», сказала Учхо, но тут сзади ее возник Саски и сказал с улыбкой, «Это моя девочка». «Папа!» «Саски, ну как?» спросил седьмой. «Все в норме, но лучше нам вернуться в Канаху», сказал он и обратил внимание на дерущихся Саски и Итачи и сказал, «Прекратите!» «Саски!» сказал Итачи. «Я что, вообще стал каким-то идиотом в будущем?» Он вырезал весь мой клан, сказал Саски-младший. «Ты потом все поймешь, а пока мы летим в Канаху попрошу не спорить», сказал Саски, а потом добавил. «Итачи, мы тебя высадим недалеко от нее». Итачи кивнул, они сели на птицы, полетели, прилетели они только вечером, их высадили, Саски-младший дошел до Большого и они отошли, и младший Учиха спросил, «Почему ты выбрался куру?» «В мире полно девчонок, почему именно она?» «Такая доставочая!» «Я тоже так думал, пока не повзрослел и не влюбился, сейчас она сильная и независимая, а терпеливой она была всегда», сказал Саски, а потом добавил. «Поймешь, когда вырастешь». Договорил и ушел к Сараде, та вначале не захотела его о кое-чем спрашивать, но потом набралась смелости и спросила, «Пап, можешь остаться со мной и мамой хотя бы до утра?» Саски тяжело вздохнул, но потом ответил, «Хорошо, я останусь, но не до утра, а на неделю». Сарада улыбнулась и обняла отца, а Наруто сказал, «Пора возвращаться». Сказал, а потом добавил, «А вы команда номер семь, все забудьте». Сказал и сложил печать наоборот, и засветил яркий свет. Конец.